Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль Land Rover Defender 2005 года выпуска с двигателем 2.5 на механике. На этом автомобиле мы сегодня переберем передние суппорта. Меняли колодки и на суппортах внутренние цилиндры не утапливаются до конца. Поэтому приняли решение, заказали запчасти, манжеты и сейчас снимем и переберем. Для этого мы поднимаем автомобиль и снимаем оба передних колеса. Снял колесо, откручиваем тормозной шланг. Ключик здесь на 11. Тормозной жидкости нету, потому что меняли шланги, меняли колодки, меняли тормозные диски. Открутил шланг, теперь снимаем два шплинта вот этих, чтобы вытащить направляющие штифты. И теперь снимаем направляющие. Одну и вторую. Теперь нам остается только открутить болты. Сзади 12-гранная головка. По-моему на 13. Да, на 13. ДИНАЛ, ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА. ДИНАЛ, ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА. Одну выразованы. ДИНАЛ, 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 ДИНАЛ. ДИНАЛ, ДИНАЛ donc. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такой 12-гранный болт Отводим немножко в сторону трубочку И снимаем уже суппорт Все, вот он суппорт Здесь вот видно У нас поршеньки заподлицо утопились Здесь мы их давили, 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 давили И с горем пополам они так заподлицо и не ушли Подтекать они не подтекают Но уходить они не уходят Что-то мешает Поэтому решили взять ремкомплекты И перебрать их А не половинница с двух половин Четыре болта Разберем Помоем, почистим И поставим новую манжету Почистил ее предварительно щеткой по металлу Вошелся Снимаем вот эту трубку Ключик здесь на 11 Теперь мы разбираем Откручиваем вот этих четыре болта Головка здесь на 16 На 15 минут Снимаем 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 Головка Головка Снимаем Возвращаем Снимаем Большинство Снимаем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот такие вот две половинки Теперь надо брать компрессор И выдувать поршня Получается одно отверстие мы закрываем Через второе отдуем Но придерживаем поршня Придерживаем, чтобы у нас поршня выходили равномерно Сейчас жидкость выдую Субтитры сделал DimaTorzok Все, вот таким образом мы разобрали одну половину Поршня у нас в принципе живые Мы их сейчас помоем Почистим вот этот нагар Посмотрим в каком они состоянии здесь у нас находятся И заменим вот эти манжеты Сейчас мы разбираем второй цилиндр Вторую часть цилиндра вернее Добавляем Добавляем Моего компрессора не хватило Поехал более мощным компрессором Дунул Но как я и предполагал Вот она Потянула манжеты За поршнем Потому что когда вдавливали Вот эта вот грязь Которая здесь Образовалась Она закусила И вот эта именно грязь не давала нам осадить И вот здесь этот манжет Вот видно Тоже его потянула Вот Поэтому берем сейчас Моем поршня И полируем их С пастой Гоя полирнем А вот эта сторона наружная Она нормальная Она стоит все хорошо Ничего не выдавливает Все отлично Берем Чистим Моем Хотел показать Вот эти манжетки Когда вытаскиваются Здесь Помимо того Что это вот пыльник Это не манжета Это пыльник Пыльник держится Вот таким металлическим кольцом Вот металлическое кольцо А вот здесь Уже и снизу Идет еще и манжет Вот он Рабочий манжет Вот такой вот комплект Здесь даже под манжетом Образовалась коррозия Следовательно попадала Влага через пыльник Влага через пыльник здесь тоже вот на коррозии теперь берем мы это все вычищаем и поршня поршня полировать мы не будем так это мы пока убираем ставим тазик с обычной водой наливаем моющие с кухни и обычная мыло намыливаем это все раствор делаем чтоб у нас были в этом растворе уже моем суппорта все потом продуваем и начинаем собирать на смазки поршнях старые мы задние полировать то есть передние суппорта поршня полировать мы не будем мы заменим ремкомплект мы поставим оригинальный поршня мы поставим брит партс номера я сейчас покажу вот таким образом намыливаем и щеткой все это хорошо намыла а Смотрите продолжение в следующей серии. Вот таким образом промываем все тщательно. И продуваем. Помыл все. Сейчас хочу вот эти места, немножко все, которые у нас прижимные, поливернуть. Потом опять так же продуть и уже начать собирать. Продолжение следует. Продуваем на чистую. Вот ремкомплект поршней. Но здесь есть, он брит парц идет, STC 1280. Манжеты здесь тоже идут, но мы их не будем устанавливать. Мы установим оригинальные. А отсюда мы возьмем только поршня. Вот такие вот поршня. А нанжеты будем использовать оригинальные. Продолжение следует. Давайте посмотрим. Мангл Пamerе. Здесь даже есть инструкция, как что устанавливать. Есть специальная опрессовка, чтобы вот эти кольца опрессовывать, но у меня такой опрессовки нету, поэтому я буду просто через оправку садить. Также заказали вот такую смазку FAB, под номером она идёт 319-42, для сборки именно манжет. Так, берём маленько смазки и наносим вот так всю манжету смазываем и заводим её на место. Также заводим вторую манжету. Так, это у нас не манжет, это у нас пыльник. Тоже его смазываем и ставим его здесь вот сверху. Это у нас манжета. Манжета. Спасибо. Манжета. Манжета. И так же смазываем пыльник. пыльник лучше всего наверное ставить с этим кольцом потому что когда устанавливать будем это кольцо мы пыльник порежем вот так заправляем пыльник устанавливаем вместе с кольцом через оправочку подбираем оправочку по диаметру вот таким образом через оправочку я задавил это колечко берем второе колечко с манжетой ну с пыльничком не с манжетой а с пыльничком ослабляем здесь берем колечко берем оправочку и выравниваем все сидит ровненько здесь и здесь теперь берем устанавливаем поршня поршня у нас чистая берем немножко их мажем и заводим все торшень у нас ушел как видно так же его заводим сильно давить не надо буквально чуть-чуть покачивая он по смазке он сам уходит все второй поршень у нас ушел как видно поршня уходят за под лицо манжета их закрыл пыльник закрывает нормально убираем и аналогичным образом собираем вторую сторону так все два этих кольца я запрессовал берем поршень и вставляем его на место также берем второй поршень немного смазки взял много смазки взял вот таким образом мы собрали половинки суппорта это одна сторона и другая сторона новые поршня новые манжеты новые пыльники теперь мы берем здесь все продувалось ставим вот это все вот 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 Продолжение следует... Ставим вторую половину. Болты я также почистил. Продолжение следует... И скручиваем. Вот и все. Вот таким образом мы перебрали правую сторону. Сейчас устанавливаем этот суппорт на место и снимаем со второй стороны. Точно в такой же последовательности. Точно такой же ремкомплект у нас Bride Parts. Новая поршня. И будем потом уже, когда сделаем вторую сторону, будем прокачивать тормоза. Устанавливаем. Продолжение следует... Продолжение следует... Берем болт и наживляем суппорт. Так же верхний. Продолжение следует... Продолжение следует... Все, суппорт я затянул и трубку затянул на суппорте и на шланге. Берем колодки. Теперь колодки у нас заходят легко, так как поршня ушли полностью. Берем штифты. Одеваем пружинки. И так же второй. Ставим шплинты. Продолжение следует... Все, один и другой шплинт мы развели. Аналогичным образом мы снимаем и перебираем вторую сторону. Вторую сторону я перебрал. Поршня новую поставил. Поршня новую поставил. Крутится у нас легко. Лодки у нас свободны. На данный момент переборку передних суппортов мы закончили. Вот такой вот вакууматор. Ослабляем штуцер прокачки. Одеваем на него шланг. И качаем. Вот пошла жидкость. Сейчас бочки начнем собираться. Субтитры делал DimaTorzok Так проходим с каждым колесом. Также ослабляем штуцер прокачки. С этой штукой удобно прокачивать тормоза. Помощник здесь не нужен. Вы самостоятельно все это делаете. Пошла тормозная жидкость. Подтягиваем и идем к следующему колесу. Прокачали мы передние тормоза. Доливаем до уровня жидкости. Жидкость мы используем Кастрол Дот 4. Номер ее 157F8B. Все. Жидкости у нас уровень. Закрываем бачок. Протираем. Здесь немножко капнули. На этом переборку передних суппортов и прокачку тормозов мы закончили. Всего вам доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова